Бойцов. Итак, браво! Очередная победа и выход в полуфинал российского боксера. Андрей Гоголев. Продолжаем путешествие к медалям. Внимание, внимание! Суперзвезда российского бокса Султан Ахмед Ибрагимов. Тяжеловес. В поединке с болгарским спортсменом Кубратом Пулевым. Напомним вам, что Султан Ахмед Ибрагимов, вице-чемпион Европы в Тампере 2000 года, серебряный медалист Олимпиады в Сиднее, сейчас у него есть на этом турнире уникальный шанс стать чемпионом мира. Почему я так уверенно говорю? Да потому что те поединки, которые он здесь провел на этом турнире, они были просто фантастичны по уровню мастерства, по агрессивности и по результату. Оба противника Султана Ибрагимова закончили бой во втором раунде, благодаря нокаутам. Вот сейчас три очка впереди россиянин. Хотя прошло всего лишь почти полторы минуты в первом раунде. Болгарский спортсмен, скажем так, темная лошадка. Я вчера видел его бой на этом турнире. Ну, один из недостатков его, скажем так, очень много стоит на месте, очень мало перемещается. Этот шанс можно использовать. Проводить серию атак и зарабатывать очки. Вот сейчас пытается Кубрат Кулев ввести коррективы в бой и поддавить чуть-чуть Султана Ибрагимова канатом. Ну, Султан пусть и готов будет работать вторым номером, но также он будет и готов пробить. И в этом я уверен на все сто. Два очка зарабатывает Болгарин. Султан очень внимателен. Работает такими легкими-легкими уклонами для выбора атаки на дистанции. Вот прошел, пошел серии, хорошо, шесть очков. Вот сейчас Болгарин чуть-чуть пошел вперед, увлекся и пришлось ему закончить бой. Атаку на плечах у Ибрагимова. Ибрагимов левша и это уже для правши Кулева, безусловно, неудобный фактор. Чемпионат собрал 67 стран, 334 участника борются за медали. Часть из них уже выбыла из турнира. Так что работа на ринге идет, так и идет работа вне ринга. Члены российской делегации прибыли сюда для того, чтобы проводить встречи и с президентом федерации Аиба Чаудри, и с представителями других федераций. Импередуар Хасаинов сегодня будет встречаться с президентом Олимпийского комитета Греции. Пермская делегация сюда прибыла в составе 10 человек. Это делегация от области, которая будет проводить в 2002 году чемпионат Европы. И сейчас, после разговора с Петром Павловым, я понимаю, что не все в порядке здесь на чемпионате с организацией. Есть некоторые детали. Но сейчас я не хочу вас утомлять, я позже углублюсь в эти детали. 8-3 сейчас ведет Султан Абрагимов. Правда, пропускает сильный очень удар. 8-4 впереди. Россиянин. Очень агрессивно пошел сейчас Ибрагимов. Вперед чуть-чуть завалился, увлекся атакой. Нужно быть очень аккуратным, беречь равновесие для того, чтобы не дать возможности воспользоваться такими вот провалами сопернику. Высоко держат руки боксеры. Хорошо пытаются работать по корпусу Ибрагимов. Это большой плюс. Потому как часто порою именно это использование, именно этой тактики приводит к хорошему удару в голову, нокаутирующему. А у тяжей, мы знаем, это вполне возможный вариант. Опять в сближение пошли противники. 35 секунд до конца второго раунда. Хорошо сманеврировал на дистанции Ибрагимов. Пошел вперед атакой. Один из вариантов, которые Султан здесь использовал, это работа вторым номером. Уход от удара противника, сделав паузу и потом резкий рывок вперед. Это ему здесь приносило несколько раз ошеломляющий успех его атакам. 9-6 впереди, россиянин. Болгарин демонстрирует неплохие боксерские качества. Вот сейчас мы видим его крупным планом. Я не знаком с его достижениями. Возможно, это дебютант турнира. Вот сейчас мы видим его атаку правой. И с такого же ракурса повтор. С другого ракурса повтор. По поводу внимания пресса здесь на турнире. Ходят гоголем здесь английские боксеры, поскольку за ними непрестанно снуют представители BBC. Вечером в пресс-центре, когда все ожидают состава пар следующего дня, результата жеребьевки, англичане, вальяжно расположившись в креслах, смотрят свою вечернюю программу. Продолжение следует...